Привет! Некоторые люди думают, что позы на баланс сложные и недостижимы для того, чтобы научиться их делать. Но если начать с базовых упражнений, делать их регулярно, то через некоторое время тело научится балансировать и сохранять равновесие. Это как раз то, чем мы сегодня будем заниматься. Мы будем делать позы стоя и учиться балансу. Для вариаций некоторых поз могут понадобиться йога-блоки и какая-то опора, например, стул. Так что лучше, чтобы эти предметы находились рядом. Итак, начнем. Первая поза — это Насана. Ноги на ширине бедер, тело опущено вниз наклоне. Для начала колени могут быть согнуты, плечи, голова, шея полностью расслаблены вниз. И почувствовать, как расслабляется позвоночник. Руки могут находиться на голенях, на щиколотках или, если достают, на полу. Можно пошевелить шею, расслабить голову, пошевелить плечами. И попробовать распрямить колени. Насколько получается. Почувствовать растяжение в задней поверхности ног. И снова выпрямить обе ноги и расслабиться в наклоне вниз. Теперь захватить за спиной руки в замок. И направить руки в сторону пола. Почувствовать, как расслабляются плечи. При этом голова все так же расслаблена. Можно покрутить голову из стороны в сторону, расслабить шею. И почувствовать растяжение в области плечей. Постараться распрямить колени и растягивать заднюю поверхность ног. Со следующим вдохом опустить руки вниз. И расслабить руки, шею в голову. Со следующим вдохом будем делать позу стула. Оп. Катасану. Колени сгибаются. И руки идут наверх и поднимают тело наверх. Взгляд направить наверх. Колени согнуты. Бедра напряжены. Стараться вывернять спину и не допускать прогиба в области поясницы. Почувствовать напряжение в ногах, в бедрах. Со следующим вдохом расслабиться вниз. Снова уттанасан. Вдох-выдох в этом положении. И еще раз уткатасана. Колени сгибаются. Тело за руками поднимается наверх. Тело не полностью вертикально, а под небольшим углом. Взгляд за руками наверх. Помню, что спина прямая. Стремиться к тому, чтобы она была прямая. Еще один вдох. С вдохом расслабиться вниз. И снова захватите руки в замок за спиной. И направите руки вниз к полу. Стараться распрямлять колени. Растягивать заднюю поверхность ног. И руками притягивать замок из рук к полу и растягивать плечи. Следующим вдохом опустить руки вниз. Немного согнуть колени. И позвонок за позвонком подниматься наверх, раскручивая спину. Проверяйте плечи наверх, вниз. И перейдите в положение стоя. Ноги сейчас вместе. Руки вдоль тела. С вдохом руки поднимаются наверх. Взгляд наверх. И с выдохом немного отклониться вправо. При этом взгляд смотрит за левым локтем. Вдох. Снова вытянутся вперед, насколько получается. С выдохом немного отклониться влево. Взгляд на правый локоть. Вдох. Вытянутся наверх. И еще раз. Наклониться вправо. Взгляд наверх. Вдох. Вытянутся наверх за руками. Вдох отклониться влево. Вдох. А снова вытянуться наверх. Выдох. Вдох. Вдох. Отклониться вниз. Вдох. 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 И за следующем выдохом опустите руки вниз. Немного повращать плечами. Расслабить их. И сделаем позу тадасаны. Позу горы. Может показаться, что это простая поза. Мы просто стоим, ноги вместе, руки опущены вдоль тела, плечи расправлены, вниз опущены. Но при этом тело все напряжено. Ноги напряжены. Почувствовать, как напрягаются мышцы живота и мышцы спины. Спина полностью прямая, плечи направлены назад и вниз. Почувствовать напряжение во всем теле. Главное в позах баланса, это то, что мышцы напряжены. Именно они держат тело в равновесии. Поэтому, если правильно выполнять тадасану, это тоже поможет научиться балансировать в других позах. Немного расслабить мышцы тела, пошелить ногами, руками. Следующая поза, поза дерева, в рикшасана. Перенести вес тела на левую ногу. Правую ногу оторвать от пола. Поймать баланс. Помним, что левая нога плана сильная. Именно она будет держать баланс тела. Поднять правое колено к себе, захватить обеими руками. И поймать баланс на левой ноге. Отвести правое колено в сторону. Поставить правую стопу на внутренней поверхности левого обеда. Если сложно держать баланс, то можно захватиться за стул или за стену. Почувствовать равновесие. И затем перевести руки к центру груди. Ладони касаются друг друга. Поймать баланс. Помним, что правое колено должно полностью смотреть в сторону. Оно не смотрит вперед. Полностью направлено вправо. Руки перед собой. Со следующим вдохом поднять руки наверх. И сохранять баланс. Как и в позе горы, тадасами, плечами отправлены назад. Локти не смотрят вперед. Стараться направлять локти в сторону. Чтобы расправлять плечи. Делать спину более прямым. Глубокие вдохи и выдохи в этом положении. И сохранять баланс. Помним, что левая нога полностью напряжена. Именно она держит весь вес тела. Если это положение легко держать, то можно закрыть глаза. И попытаться поймать баланс с закрытыми глазами. Но делать это следует только, если полностью уверенно и тело держит на весе. Вдохи и выдохи. Следующим вдохом еще вытянутся наверх. С выдохом расслабиться вниз. Правая нога на пол. Руки вниз. Много расслабить левую ногу. Повращать левой стопой. И ползать дерево влево. Перенести весь вес тела на правую ногу. Правая нога сильная. Мышцы напряжены. Оторвать левую ногу от пола. Согнуть левую ногу в колени. И перевести колено к груди, захватив руками. Поймать баланс. Правая нога сильная. Перевести левое колено в сторону. И левую стопу поставить на внутреннюю поверхность правого бедра. Левое колено четко смотрит влево. Оно не смотрит вперед. Полностью направлен в сторону. Расправить плечи. Поймать баланс. И переместить руки к груди. И правая нога полностью напряжена. Мышцы сильные. С вдохом направить руки наверх. Плечи опущены вниз. Спина прямая. Подвороток не опускается вниз. Подвороток стараться держать параллельно полу. Вдохи и выдохи. Если трудно держать баланс, то можно схватить свой стул за стену. Также можно найти обувь за неподвижную точку и сохранять свое внимание на ней. Это поможет держать равновесие. Если в этом положении легко находиться, можно попробовать закрыть глаза. И поймать баланс с закрытыми глазами. Вдохи и выдохи. Следующим вдохом еще за руками вытянутся наверх. И с выдохом опустить руки вниз и ногу вниз. Расслабить правую ногу. Вращать стопой. Переходим к следующей позе. Поза орла. Перенести весь вес на левую ногу. Оторвать правую стопу от коврика. Левая нога сильная. И закрутить правую ногу вокруг левой ноги. Правое бедро над левым бедром. И правая стопа пытается захватить левую голень. Вытянуть руки в сторону. И поймать баланс. Главное, что плечи опущены направо-нниз. Это может быть сложнее делать, чем в предыдущей позе. Можно также ухватить за стул или за стену. Руки в сторону. И дальше мы будем также скрещивать руки. Теперь правая рука идет вниз. Она находится под левой рукой. И скрестить руки. Пытаться захватить правую ладонь и левую ладонь. Руки перед собой. С отдохом пытаться немного локти поднять наверх. И чуть-чуть присесть вниз. Помним, что весь баланс сейчас приходится на левую ногу. Поэтому левая нога сильная. Еще с отдохом чуть-чуть отвести руки от себя. Локти наверх. Растягиваем мышцы спины. И расслабиться. Вернуться обратно в центр. Расслабить левую стопу. Теперь еще раз. Городатусная поза арва. С другой стороны. Перенести весь вес лево на правую ногу. Левая стопа отрывается от пола. И левая нога закручивается вокруг правой. Левое бедро над правой бедром. Левая стопа на правой голени. Пытается ее захватить. Если это не получается, можно просто оставить колено над коленом. И стопа просто левая справа ноги. Если получается захватить стопу ногу, руки в сторону. Поймать баланс. Сейчас руки переходят в центр. И теперь левая рука под правой рукой. И захватить ладони. На выдохе попытаться поднять локти наверх. И отводить руки от себя. Почувствовать, как растягиваются мышцы спины и плечи. Также на выдохе попытаться чуть-чуть присесть ниже. Чуть-чуть больше согнуть ноги. Вдохи и выдохи. С выдохом попытаться еще больше отводить руки от себя. Вынимать локти. И расслабиться. Опустить ногу на пол. Руки вниз. Вращать плечами. И сделаем эту позу еще раз. Левая нога будет на коврике. И дальше правая нога закручивается вокруг левой. Руки в стороны. Поймать баланс. Помним, что можно найти какую-то неподвижную точку. И сопередочить свое внимание на ней. И руки переходят вперед. Правая рука под левой. Скрестить руки. Попытаться коснуться ладонями друг друга. С выдохом чуть-чуть поднять локти наверх. С выдохом. Отводить руки от себя. Вдох. Выдох. Вдох. Еще чуть поднять локти наверх. С выдохом расслабиться. Нога идет вниз. Руки вниз. Блотила. Расслабить левую стопу. И другую сторону. Перенести весь вес тела на правую ногу. Левая нога закручивается вокруг правой. Руки в сторону. Поймать баланс. И руки переходят вперед. Левая рука под правой. И скрестить руки. Гарудасана. Пузаева. С вдохом. Локти чуть-чуть поднимаются наверх. С выдохом. Отводите руки от себя. Вдох. Выдох. Чуть можно больше присесть. Согнуть ноги. Еще один вдох. И с выдохом вернуться в центр. Расслабить правую стопу. И перейти в начало коврика. Ноги вместе. Со вдохом руки поднимаются наверх. Выдох. Опуститься вниз ногом. Вдох. Прогнуться. Посмотреть вперед. Выдох. Шагом и прыжком перейти в четверангу. Вдох. Собака морда вверх. Раскрыть грудную клетку. Выдох. Собака морда вниз. И почувствовать, как растягивается задняя поверхность ног. Ноги у нас сейчас напрягались. Поэтому важно растянуть их. Пошагать ногами. Сгибая колено. Поочередно. Одно за другим. И затем выпрямить оба колена. Еще пара вдохов. В собаке морда вниз. Копчик тянется наверх. А пятки тянутся коврик вниз. Затем левая стопа немного шагает к центру. Правая нога идет наверх. Вдох. С выдохом согнуть ногу в колени. И привести колено к голове. Попытаться отронуться коленом кончика носа. И поставить правую стопу между рук. Левая стопа полностью ставится на пол. Переходим в позу бой на два. Правая рука направлена вперед. Левая назад. Тело смотрит. Развернуто в сторону. Колено правой ноги согнуто по другому 90 градусов. И рападраса на два. Со следующим вдохом. Левая рука опускается на левое колено. Правая рука наверх. И с выдохом переходим в паршва канасану. Правая рука вниз. Левая рука наверх. И затем мы будем делать позу половинки уны. Правая рука немного шагает вперед. Левая нога отрывается от пола. И распрямить правое колено. Перейти в артха чандрасана. Поза половинки уны. Правая рука на пол. Весь вес на правой стопе. Правая нога вытянута. Левая нога направлено назад. Пытаться сделать ее параллельно полу. Можно смотреть вниз. Можно, если не получается, достать правой рукой до пола. Можно опускаться на йога-блог. Или можно держаться за стул. Если легко находиться в этом положении. Можно перевести взгляд наверх. Вдоль левой руки. Стараться левую часть таза не заворачивать вниз. Раскрывать наверх. Правое, левое бедро смотрит наверх. Со следующим выдохом опустить руку вниз. Опустить ногу к правой стопе. Расслабиться вниз на колонне. Вдох прогнулся. Посмотреть вперед. Выдох прыжком или шаг за шагом впереди в четверг. Вдох собакам вверх. Выдох собакам вниз. Вдох-выдох в этом положении. Затем правая стопа. Небольшой шаг в центру. Левая нога идет наверх. Вдох. С выдохом колено сгибается. Пытаться достать колено кончика носа. И поставить левую ногу между стоп. Правая стопа полностью опускается на коврик. Перейти в ее ободрассно. Подняться наверх. Поза бойна два. Левая колена согнута под углом 90 градусов. Левая рука направлена вперед. Правая рука назад. Взгляд в доль левой руки. Тело полностью смотрит вправо. На вдохе правая рука опускается на правое колено. Левая рука наверх. И с выдохом перейти в парш ваконасную. Левая рука к левой стопе. Правая рука наверх. Взгляд направлен наверх. И затем снова. Артха Чандрасана. Поза половинки луны. Левая нога отрывается от коврика. Правая колена выпрямляется. Левая стопа чуть шагает вперед. Левая рука направляется вперед. И перейти. Левая нога параллельно полу. Правая нога параллельно полу. Левая колена выпрямлена. Взгляд направлен вниз. Если легко находиться в этом положении. Перевести взгляд наверх вдоль правой руки. Помним, что правая часть таза сейчас раскрывается вправо и наверх. Правое бедро не заворачивается вниз. Вдохи-выдохи. Еще один вдох. Выдох. Вдох. И с выдохом правая рука вниз. Правая нога к левой стопе. И расслабиться в наклоне вниз. Вдох. Прогнуться. Посмотреть вперед. Выдох. Прыжком. Или шаг за шагом. Перейти в четверг. Вдох. Собака морда вниз. Раскрыть плечи. Посмотреть наверх. Выдох. Собака. Морда вниз. До этого была совка морда вверх. Плечами подавить спину вниз. Пытаться упрямить колени и перевести пятки, насколько получается близко к коврику. Затем шаг за шагом или прыжком перейти в положение, сидя стопы к рукам. Совместить стопы. Колени направляются в сторону. Захватить руками пальцы ног. Выребить спину. И наклониться вперед. Можно колени выдавить столб и выдавить все ноги вниз. Растягивая еще больше. И почувствовать, как растягиваются позвонки. Если неудобно находиться в этом положении, можно просто перевести руки вперед. Вытягивая руки вперед и тянутся вниз к коврику. Если руки все еще захватывают стопы, то вы примете их вперед. И перейти немного влево, растягивать правую часть тела. Тело все так же тянется вниз. Вернуться в центр. И перейти руками в центр. И перейти вправо руками. Растягивать левую часть тела. Перейти вправо, насколько получается. Вернуться в центр. И подняться наверх. Колени привести вместе друг к другу. И перейти в положение сидя. И отсюда ложимся вниз на коврик. Колени сгибаются. Стопы на пол. И поставить правую стопу на левое колено. И захватить обеими руками левое колено. И притягивать колено к себе. Правым локтем можно упираться в правое колено. И растягивать правое бедро. Почувствовать, как растягивается задняя поверхность правого бедра. Руками тянуть левое колено к себе. Если получается, можно распрямить левое колено. И захватить левую ногу. В области икры, в области щеколотки, в области пятки. Там, где получается. При этом правое колено все так же направлено в сторону. Оно не приближается к телу. Наоборот, как бы направляется от себя. Вернуть обе стопы на пол. И то же самое в другую сторону. Теперь левая щеколотка на правое колено. Захватить обеими руками правое колено. Левым локтем упираться в левое колено. И отправлять его от себя. Почувствовать, как растягивается левое бедро. Можно выправить правую ногу. Но не обязательно. Можно остаться в предыдущем положении. Захватить правую ногу. За корень. За икру. За щеколотку. За пятку. При этом левое колено все так же откладывается от себя. На каждом выдохе попытаться переводить правую ногу или правое колено ближе к телу. Зарослабить ноги. Опустить ноги вниз. И последняя финальная поза шавасана. Ноги на ширине бедр. Расслаблены. Закрыть глаза. Руки в ладони направлены вверх. Расслабить все тело. Расслабить ноги. Расслабить грудную клетку. Расслабить мышцы живота. Расслабить шею. Расслабить голову. Ровное, спокойное дыхание. На следующем вдохе пошевелить пальцы на рук. Повращаться с топором. Руки вытянуть за голову наверх. Подтянуться. Растянуть тело от пяток до пальцев рук. Вернуть руки вниз и повернуться на правый бок. Отталкиваясь правой рукой, поднять тело наверх. Спрестить ноги перед собой. На этом все. Сегодня мы учились выполнять позы на баланс, на весе. Если вы будете возвращаться к этому комплексу хотя бы раз в неделю, то уже через месяц вы заметите, что вы можете находиться в позах намного дольше. Спасибо, что позанимались сегодня со мной. Намасте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...